А в категории «Уникальные случаи» в конкурсе Акча-Чакляр номинируется бригада специалистов МКДЦ за трансплантацию сердца. О самом молодом хирурге-кардиологе в сюжете Фаридей Шмуратовой. Этот аппарат дает жить пациенту, у которого пока нет своего сердца. Прибор во время хирургического вмешательства выполняет и функцию легких. Еще пару лет назад казалось, такие технически сложные операции под силу лишь заграничным специалистам. Но то, что сделали врачом МКДЦ, вселило надежду тысячам. В прошлом году казанские хирурги впервые пересадили сердце. Операция не является очень технически сложной, если сравнивать с другими большими кардиохирургическими вмешательствами. Самое сложное в трансплантологии – это организация и координация процесса. Основной тормоз развития трансплантологии не только в Татарстане, но и в России, и вообще во всем мире. Это нехватка донорских органов. Мурат Махарямов – один из тех, кто дал начало операции под трансплантацией сердца в республике. Сейчас он среди шести специалистов МКДЦ, претендентов на премию «Охщащаклер» 2013 в номинации «Уникальный случай». Молодой хирург в своей 30 с небольшим творит чудеса. Делает операции на открытом сердце. Свою работу по спасению человеческих жизней считает в гуманистической миссии. Потому сложности не пугает, говорит хирург. Сегодня один погибший уже человек может спасти органами до пяти безнадежных больных людей. В МКДЦ сейчас созданы все условия для того, чтобы производить весь спектр кардиохирургических вмешательств, в том числе и трансплантацию сердца. Нет никаких сомнений, что все нуждающиеся больные будут получать необходимую помощь у нас в Казани, в Татарстане. И потребности никакой куда-то ехать, я думаю, нет. Сегодня в Казани подведут итоги конкурса «Охщащаклер». Назовут имена лучших. Впрочем, это звание все претенденты уже получили. Его им дали пациенты, такие как жительницы Челнов. Сегодня Мурат Мухарямов подарил ей жизнь без боли. Фридаиш Муратова, Адель Миндубаев, Вести Татарстан.